Это господин генеральный консул в Санкт-Петербурге, господин Денис Нумлодис, пожалуйста, наслаждай. Господин Игорь Витальевич Демьяненко, заместитель представителя МИДа в Санкт-Петербурге, пожалуйста, наслаждай. Уважаемый всем любимый актер, легенда, кинематографа господин Региматас Адамэдис, господин Петербург, пожалуйста, наслаждай. А также у нас сегодня, по случаю пребывания в Санкт-Петербурге, звезда кинематографа современного, прекрасная, любимейшая, красивейшая актриса Ингеборга Допкуныни. И также гость нашего фестиваля, посол Евросоюза, господин Вигаудас Ушацкас. Я не представился, Александр Сщимелес, атташе по культуре в Российской Федерации, вашим услугам. И снова господину. Вереду кечи, святей, святей, святых, джак. Мои дамы и господа, я в съезд вечно благодарен вам, собравшимся сегодня в этом зале. Гебем вас, на замысо, мастро Гебема Демьгоhrга. Я надеюсь, искренне вас видеть всех в мире Литовского кино Санкт-Петербурга. Этот праздник искусства и теплых человеческих отношений становится уже традиционным и добивается все большего внимания среди петербуржцев разных поколений и разного рода занятий. Я очень рад, что в течение этих пяти дней петербуржцы и гости культурной студии России смогут ретроспективно увидеть и новое литовское кино, документальное, художественное, анимационное, и вернуться в свое детство или юность, увидев фильмы, снятие в литовской киностудии за последние 50 лет. Мы очень благодарны региону Адаматису, региональному литовскому актеру, согласившемуся прилететь на фестиваль. В течение раз состоялась очень интересная и трудительная его встреча с поклонниками и поклонницами. А мы все смогли убедиться, как петербуржцы интересуются сегодняшним днем Литвы. Как нам живется, каких успехов мы достигли. Наш фестиваль приурочен к 25-летнему усыновлению дипломатических отношений между Литовской Республикой и Российской Федерацией. Если бы вы меня спросили, как сейчас складываются наши отношения, я бы ответил по-разному, особенно в последнее время. Но я оптимист. Мои коллеги, члены Литовской общины, Санкт-Петербурга тоже такими являются. Буря утитлит, а мы начнем созирать после нее оставшиеся кусочки янтаря на земле. Заканчивается уникальный месяц. В нем пять суббот, пять воскресеньев и пять понедельников. Говорят, что это к счастью и богатству. При нашей жизни такого больше не будет. Следующий такой месяц лишь в 2837 году. Мы должны сделать все, чтобы умножить главное наше богатство, взаимное человеческое отношение. И давайте пожелаем друг другу счастья. Спасибо. Будем надеяться, что эти пять точно покатствовали дружбу. А теперь слово Игоря. Уважаемые дамы и господа, весна польщен столь неожиданной, но приятной миссии сказать несколько слов о сегодняшней встрече, которая приурочена 25-летию установления дипломатических отношений между Литвой и Российской Федерацией. Вы прекрасно знаете, что Петербург считается культурной столицей России. Но неформально считается, что Петербург консульская столица России. И в этом году исполняется 50 лет со дня возобновления консульской деятельности на берегах Невы. С 1966 года, после периода сложных политических перипетий, в том числе и связанных с последствиями Второй мировой войны, на берега вновь вернулись консульские миссии, которые, среди прочих, помимо того, чтобы установить политические контакты, в первую очередь консулы были призваны всем тому, чтобы устанавливать отношения между людьми, отношения в сфере культуры, науки, образования. И сегодняшнее мероприятие, которое с таким успехом, я уверен, пройдет под патронажем генерального консульства Литовской республики в Санкт-Петербурге, оно продолжает вот эту традицию, ради чего и были учреждены консульские учреждения зарубежных государств в Санкт-Петербурге. Если, когда в 1966 году только учреждались консульства, их было всего три. Герландские демократические республики, Финляндия и Ирана. На сегодняшний день их более 70. И когда представительство Министерства иностранных дел позволило себе напомнить, что в этом году юбилей, очень многие страны сказали, что у нас есть действительно поводы и основания к тому, чтобы отметить это событие в самом разном мероприятии. Поэтому действительно участие и инициатива, проявленная Генеральным консульством Литовской республики в Санкт-Петербурге, оно имеет знаковое отношение. И в плане двусторонних, и в плане многосторонних отношений. Но если говорить о том, что Петербург – это культурная столица России, то, боюсь назвать авторство философа, но было сказано как-то таким образом, что культура – это мера человечности в человеке. А это отражение во многом современных условиях является отражением кинематографа. Поэтому то, что создавалось литовскими профессионалами в советское время, то, с чему мы будем сегодня свидетелем демонстрации фильма 1966 года, оно подтверждает то, что на сегодняшний день общество испытывает потребность в хорошем, добротном, человеческом восприятии жизни, которая существовала. Поэтому это замечательная возможность совместить политическую, вводную, когда мы говорим о установлении дипломатических отношений, и чисто человеческие отношения. Поэтому я хотел бы пожелать всем организаторам, всем участникам сегодняшнего фестиваля, который открывается, больших успехов, успешного продолжения, чтобы каждый для себя получил что-то новое на базе того, что в жизни накоплен опыт. Поэтому спасибо большое всем и больших успехов. Спасибо. Спасибо большое за прекрасные слова. Всегда с улыбкой, всегда в хорошем настроении, всегда готова помочь, и киборгой оттоплены. Малис Лакарас, добрый вечер. Я не буду говорить и по-литовски, и по-русски, чтобы сэкономить время, потому что я надеюсь, что все поняли... А если все продут русушки? Да, по-русски. Я буду говорить по-русски. И, знаете, я стояла и думала. Люди страны — странное создание. Они создают страны, потом строят границы, а потом они создают организации, которые выдают документы, чтобы эти границы пересекать. И мы с ним очень хотим эти границы пересекать. Но культура пересекает границы безумно. Культура — это то, что нас объединяет. Это то, чем мы общаемся. Например, я очень рада, что в России сейчас просто взрыв литовских актеров и режиссеров, работающих в театре и кино. Прямо стубы нас. Эйнутас не крошис. Миндухас карбаскас. Северия генджераскайте. Коршуновас. Коршуновас и тому подобное. Поэтому я счастлива, что и так же русские дети культуры очень успешно работают в Литве. Так что я думаю, что для нас границы не существуют. И мы будем делать все возможное, чтобы культура нас объединяла. Спасибо. Легенда советского и литовского телепатографа саму маэстро Редимантас. Отдавайтесь! Я очень вам благодарен, что вы пришли. И очень рад, что показ литовских фильмов начинается с картины чувства, картины, которая пролежала на полке, сколько, не знаю, почти полвека, почти. Она не была выпущена на всесоюзный экран. Считали, что, наверное, не стоит ее выпускать. Хотя сегодня она признана нашими критиками, признана как лучшая картина, вообще игровая картина литовского кинематографа. И я рад, что вы сегодня сумеете эту картину посмотреть. Картину, которая, как говорил, уже пролежала на полках. Мало кто ее видел тогда, полвека назад. Ну а сейчас вот так. Рыночные отношения можно купить, можно смотреть сколько угодно. Вот, и еще эта картина мне очень дорога, потому что она как бы определила мою судьбу. Не только актерскую, но и личную жизнь. Вы там увидите актрису, которая играла два персонажа в этом фильме. Один персонаж вы увидите в начале картины, когда женщина идет по очень красивым местам. Там такие были удивительно снятые кадры. Вот, это одна ее роль. И она должна рожать. И она идет по такому молодому еще лесочку. И садится от бессилия и рожает. И она в природах умирает. И вот эту двойню, которая остается, родила все-таки двойню. Этот персонаж, которого я играю, он берет и их выращивает. Ими заботится. Ну, вы увидите, ничего мне говорили. И вторую роль, которую она играла, это потом этот мой персонаж. И он в деревне увидел женщину, очень похожую на нее. И он в нее влюбляется. И вот это уже как бы моя история. Моя жизненная история. Хотя в жизни она мне родила не двойню, а троих сыновей. Вы посмотрите. Спасибо. Спасибо. И гость нашего фестиваля, посол Европейского Союза, Игорь Насушастис. Я очень рад участвовать сегодня в нашем общем празднике. Празднике, когда мы отмечаем начало фестиваля литовского кино. Здесь в вашем чудесном городе Санкт-Петербурге. Но также вспоминаем то, что 25 лет тому назад мы восстановили депутатические отношения между современной Россией и современной Литвой. Это такой короткий период времени, но в то же самое он был очень содержательным. И с такой ностальгией я вспоминаю те годы, 90-е годы, когда я сам бывал здесь у вас в Петербурге, будучи одним из руководителей СССР Литвы, приезжал за помощью. За помощью, чтобы петербургцы нас понимали, чтобы вы нас обучали в нашем трудном, но успешном пути к независимости и демократии. И тогда я хорошо помню, что выступая в университете Петербургском, я получил много поддержки от ассоциативов, что уже похоже выразилось, когда уже свободная, независимая Российская Федерация в лице первого вашего президента Бориса Николаевича Ексена была одной из первых, если не ошибаюсь, после Исландии, которая признала независимость Литвы в лице первом году. Ну и, конечно, участвовать здесь в большой праздник, быть рядом с нашими великолепными артистами, звездами кино, они представляют самые разные традиции литовского кино, но они также являются одними из самых ярких послов литовской культурной дипломатии, которая соединяет людей в любые времена. И поэтому я бы хотел, что та любовь, любовь к кино, в кино, оно бы расширялось и по другим сферам отношений, как между Литвой и Россией, так же и между Россией и Европейским Союзом. Так что с праздником вам, хорошего, не одного вечера здесь еще в Петербурге. Спасибо. Спасибо, уважаемые господа. Я на правах хозяина церкви в Петербурге, поборшу генерального консула Дениса Дунгутиса, сказать, почему он здесь собранится, что здесь открываем или нет. Пять, четыре, три, два, один. Начали. Спасибо. И вот здесь, правда, это открыт. Спасибо большое, что вы видите в зал. И мы сегодня увидим, как говорил Викимогас Адумайтес, фильм «Чувство», который вы будете смотреть сегодня после полной реставрации, который сделал Литовский киноцентр. «Чувство», это в лице представителя Видоса Григорийбиса. И звук реставрирован, видео реставрировано, все картинки, все картинки, сам звук. И это, конечно, не будет 35 мм, это будет уже здесь CP. Но вы сейчас посмотрите, что такое реставрация. И, может быть, как уже на пресс-конференции Видос Григорийбис говорил, может быть, маэстро тогда скажет, как, на самом деле, что лучше, 35-мм литровая лента или же реставрация после, значит, фильм после реставрации. Большого и хорошего просмотра, удивительного просмотра. Я думаю, что каждый из вас внесет на себя просмотр после других также фильмов что-то для себя. Я надеюсь, что мы будем дружить и дальше. И, как генеральный японсул уже сказал, уже позвал журналистов на следующий год. Я передаю эти слова широкой и хорошей публике. Мы сразу вас приглашаем на открытие фестиваля в следующем году. Хорошего вечера! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ